В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте! Регистрация кандидатов в районные советы депутатов Самары закончена. Сейчас по области зарегистрировано 6 997 кандидатов. По Самаре их число составляет 1671. Кандидаты от партии «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия» зарегистрированы во всех районах Самары. Отказ в регистрации получили 310 кандидатов. Основная причина – ошибки в оформлении подписей избирателей. Поскольку кандидатами идут сейчас у нас люди, можно сказать, от народа, их достаточно большое количество, и вот нехватка опыта, наверное, первый раз, поэтому допускались такие ошибки, например, когда заверено сборщиком подписной лист раньше, чем собирались подписи. Либо дата проставленная внесения подписи не собственноручной избирателем. Обжаловать решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидат имеет право в течение 10 дней. Всего же в Самаре будут работать 284 районных депутата. Таким образом, после реформы местного самоуправления в каждом из районов будет сформирован собственный совет депутатов. Срок полномочий райсоветов – 5 лет. Своих членов они будут делегировать в городскую думу, которая будет переименована в Совет депутатов Самары. Кадровые изменения в городской администрации. Новым руководителем департамента финансов назначен Владимир Сластенин. Свою карьеру Владимир Владимирович начинал в органах исполнительной власти тогда еще Куйбышева. С начала 90-х трудился в банковской сфере. Нового руководителя, на которого городские власти возлагают большие надежды, коллегам представил глава администрации Самары Олег Фурсов. Перед нами, конечно, это очень серьезная задача. Мы в полной мере собираем налоги. Нам нужно выстроить более жесткие отношения с налогами. Инспекция со структурами, которая отвечает за обеспечение подправа долгов. Федеральная служба судебных приставов. Нам нужно работать с предприятиями очень активно, с тем, чтобы они поплатили в полном объеме. Избегать целей зарплаты, снижать нелегальную занятость. Это все очень глобальные задачи, которыми вам предстоит заняться. Андрей Примилов, который возглавлял департамент финансов с 2010 года, покинул этот пост по собственному желанию. На еженедельном совещании в мэрии глава администрации Самары Олег Фурсов высоко оценил вклад Андрея Примилова в развитие Самары и вручил благодарственное письмо за работу на благо города. 14 августа.